Женя, поздравляем с долгожданным золотом. Расскажи, пожалуйста, ты сказал, что это твоя давняя мечта. Это мечта детства. С детства я наблюдаю за этим турниром Ярегинским, за всеми борцами. И всегда хотелось выиграть именно золотую медаль, именно этот кубок Ярегинского турнира. Он такой большой. Надеюсь, он там стоит, ждет меня. По ходу дела, вчера ты убрал вообще всех досрочно. Ребята, расскажи, так ли было легко, как нам показалось, зрителям? Было, я так скажу, нетрудно. Я наслаждался своей борьбой, когда боролся. Все это из-за подготовки планомерной. Борьба хорошо получалась, получались хорошо приемы. И все это налегке, можно сказать, прошло до финала. А что изменилось в твоей подготовке, может быть, что, тем более, у тебя был такой длительный период? На самом деле ничего не изменилось. Просто каждодневный труд, режим, дисциплина, терпение. Терпеть я уже научился. Сейчас что мне остается делать? Я люблю бороться. И просто каждодневная работа. Благодаря многим людям, которые поддерживают. Расскажи, семья смотрит, да, сейчас прямой эфир, наверное, очень переживает. Что пишут, что говорят? Маме надо позвонить. Папа здесь. Я его сразу увидел, когда выиграл. И вчера, когда финал выходил, я вот так посмотрел на трибуну, где наши земляки сидят. Это я его сразу увидел. Он он так прыгал. Я его сразу увидел, так сделал. Это помогла поддержка? То, что папа здесь? Конечно, я когда выходил перед схваткой, вот сейчас даже. Мы же, кстати, чуть не опоздали. Да, я чуть не умерла. Перез схватки пришел. Я даже не успел. Даже не успел настроиться. Может, это даже и к лучшему. Я пришел, переделся и сразу надо было уходить. Даже не успел попереживать. Да, и сразу вышел. Когда выходил, я знал, что мои земляки здесь сидят. И как-то это мне давало силу, уверенность. Ну, соперник по финалу чем-то удивил во время схватки? Что ты вообще не узнал? Я больше ожидал от него, так как он вчера через хорошую сетку прошел. Но во время борьбы я почувствовал, что я могу больше. И получилось. Можешь сказать, что ты за счет опыта победил? Да, можно сказать. Он парень все-таки моложе меня. Я не знаю, в каком он году, но до 23-х боролся в этом году. Он где-то 22, но молодой парень. На прошлом Рикинском ты говорил, что, мол, 74 выиграл Чермен Малиев, 70 Виктор Рассадин. Всех их ты выигрывал, да? Но, тем не менее, на прошлом не получилось бороться. Ты восстанавливался. Да, после травмы как раз я был и смотрел, как они выигрывают. Конечно, мне хотелось выйти на ковер и попробовать себя. Но это получилось через год проявить себя. Твой предыдущий старт был на Лиге Поддуб в Киргизии. Там с Ильясом Бекулатом не получилось выиграть. А скажи, по этому поединку, почему? Вот сейчас в какой-то форме и там что там? Это поражение мне пошло на пользу, честно сказать. Поэтому спасибо Ильясу, что меня выиграл. Если бы я его выиграл, я бы не поменял свою подготовку к турниру. Так все-таки поменялось что-то? Ну, я говорю, я недорабатывал. Я думал, я выиграл Коркинский, я думал, я готов хорошо и надо просто, ну, буду тренироваться. Оказалось, что просто тренировать надо, выкладываться, нагружаться реально, чтобы постоянно быть на хорошем уровне. И вот, когда я ему проиграл, я, конечно, настроился и начал целенаправленно еще тренироваться. Ты вчера не давал комментариев, у тебя тактика специально такая, да, что вот пока идет борьба, пока еще это, минимизировать общение с девочками. Конечно, минимизировать, не раздавать свою энергию попросту туда-сюда, как это было на чемпионате России. Я перегорел и со многими общался, в Инстаграме даже многим отвечал, для чего я это делал. И вот так вот. А сейчас я просто ушел в номер, согнал вес, взвесился утром и так же в номере весь день провел, отдыхал. Нормально в 70 ты гоняешь? Нормально, с провесом очень нормально, а вот без провеса это вот. Это уже наши тренировки.